В этом видео мы с вами разберем, на что обратить внимание при выборе врача-стоматолога. Меня зовут Григорий Кривцов, я врач-стоматолог, стоматолог и родомет. Приходите к нам на прием, поехали! Как же выбрать своего врача-стоматолога? Актуальная тема для многих, поэтому в этом выпуске мы раскроем эту тему подробнее. Начнем с простого, с бытового. Как правило, чтобы найти врача-стоматолога хорошего, ну, самый простой способ это спросить у своих родственников, коллег, друзей. То есть сарафанное радио, что по рекомендации. Два-три специалиста, и для начала, если вы уже непосредственно готовы заниматься, и у вас там нет времени, да, для изучения этого персонажа, там, подписаться на его соцсети, понаблюдать за ним, там, да, чтобы понять, ваш не ваш человек, то достаточно сходить на 2-3 консультации к разным специалистам, и вы уже для себя оцените, кто вам больше по душе, кто вам ближе, по интересу, да, и в ком вы более уверенны, как в специалисте. Дальше можно почитать отзывы, соответственно. У нас сейчас цифровой век. На многих докторов можно найти отзывы. Есть такой хороший сайт про докторов, называется. Он такой специализированный, узконаправленный сайт. Там можно вообще про любых специалистов, касаемо не только стоматологии, найти отзывы, почитать, какие у него результаты, вообще, какое у него образование, какие у него сертификаты, и в каком направлении он лучше себя проявляет. То есть, читаем отзывы, сравниваем и для себя определяем, то есть, ваш не ваш этот человек. Ну и третий способ, он, конечно, более длительный. Подписываемся на его соцсети, находим его страничку, находим докторов там для начала, смотрим, кто вам импонирует, кто симпатизирует. Подписывайтесь на их странички, наблюдайте, изучайте, чем они занимаются, на чем они специализируются, какие стороны у них сильные. И если вам откликаются методики и протоколы, которыми работает доктор, вам интересны, вы хотели бы получить такой результат, в принципе, идем на консультацию. И уже в процессе консультации вы, я думаю, для себя определите, это ваш специалист, либо идем к другому. Как ты отличишь? Вот ты, когда ты идешь куда-то, ты же, ну, в моменте же, в самом моменте сложно же понять, если ты некомпетентен, если ты в этой области не специалист, по сути, все на доверии. Вот и все. Тут в моменте сложно определить, тебя хотят либо на бабки развести, либо тебе действительно хотят оказать качественную, профессиональную помощь, которая, соответственно, стоит денег. Поэтому вот я и говорю, то, что нужно сходить на 2-3 консультации к разным специалистам, и примерно ты уже начнешь сам вникать в материал и поймешь, какими материалами, какой методикой, какими инструментами, на каком оборудовании, то есть, тебе хотят предложить план лечения. Это очень сильно разнится вообще, там, начиная, там, в поликлиниках, там, самые простые будут, устаревшие методики, материалы, то есть, все будет недорогое такое. Ну, везде по-разному, конечно, есть и поликлиники, которые с честным капиталом, ну, частичным. Там, конечно, можно встретить и микроскопы, и бинокуляры, где-то даже есть там цероки, и фрезерные станки, и 3D-сканеры, то есть, ну, то есть, и такое тоже встречается. Соответственно, от этого и разница цена. Ну, для начала бы, хорошо бы его, в принципе, просто изучить и посмотреть его сертификаты, когда он последний раз был на учебе, по какой теме, вид деятельности, потому что стоматология, допустим, она такая обширная, что здесь куча вот этих направлений, вот как мы говорили, там, допустим, удалить зуб, и реимплантировать его на место разрушенного, который сейчас удалил. Кто-то на этом специализируется, вот я, допустим, этим вообще не занимаюсь, придет ко мне пациент с подобного рода вопросом, и даже если я ему импонирую как специалист, но я, в принципе, просто этим не занимаюсь, я не смогу ему помочь. Поэтому, ну, наблюдать за мной, изучать меня и подходить к каким-то вопросам, это бесполезно, ну, типа, для него. Надо понять, какой ты хочешь результат для себя получить, и уже по этому целевому запросу искать специалистов узконаправленных, которые больше всего этим занимаются, у них больше всего опыта в этом, у них больше всего отзывов, у них больше всего работ до и после, и, соответственно, идти, консультироваться, разговаривать, и с кем вы прорезонируете, я думаю, вы поймете, что это ваш доктор, вам приятно с ним взаимодействовать, от кого-то будет же прям вот, ну, он вас будет отталкивать некомфортный, там, у него будет, там, деколон вам не понравится, и улыбка его, он вас улыбкой не встретит, и, в принципе, он вас будет вас раздражать, там, своей, там, мимикой, жестами, как бы это все, наверное, вот таким образом происходит. Сложно ответить однозначно, что да, все, где дорого, там, самое лучшее, крутое, не всегда. Бывает, вот, касаемо вот того, что разводов, ну, я не хочу приводить синоним такое, что это ремесло, потому что, конечно, в этой профессии куча ремесленников, которые относятся к этому, к своему труду, как к ремеслу, как способ зарабатывания денег, они здесь как предприниматели и бизнесмены. А есть люди, которые относятся к этому, как к искусству, то есть он мастер, он творческий человек, у него интересный подход, своеобразный, он исследует, практикует, экспериментирует что-то для себя новое, находит, внедряет, вот, наверное, от этого зависит. Зависит от клинической ситуации, зависит от ряда еще сопутствующих каких-то факторов. Там, с какой он лабораторией сотрудничает, вообще, о чем мы? О протезировании, о восстановлении, о брекеты, о эйлайнеры? Либо здесь просто банальное удаление, и там можно удалить тоже же по-разному, то можно фрагментировать и аккуратно по кусочкам достать, а можно грубо щипцами, бах, и с ревелярной костью достал, и там у нас такая костная атрофия, что ты потом ни имплант туда не поставишь, ничего не сделаешь. То есть, поэтому зависит от клинической ситуации, от подхода, оснащения клиники, и, в принципе, от, как говорится, от человека. Хороший человек, он хорош, как говорится, во всем. Я бы, наверное, бы советовал бы почувствовать какой-то резонанс, чтобы вы резонировали с человеком, чтобы у вас общие где-то были, ну, взгляды. Мне вот легко работать вот с такими людьми, которые где-то, может, похожи на меня в чем-то. Мне с ними легче выстраивать коммуникацию. Они меня лучше понимают, они мне больше доверяют. Если я вижу, что человек приходит, он очень сомневается во мне, либо не уверен, что я могу это сделать, я понимаю, что это не мой пациент. То есть, я тоже отказываю пациенту. Кстати, вот, да, еще, ребят, не только вы. Не только вы выбираете врачей, но и врачи выбирают вас. Кстати, это, ну, очень важный момент, на самом деле. Это приходит с годами у докторов. Молодые врачи берутся за все. Я был тоже в таком возрасте, когда мне было интересно проявлять себя в виде врачевания в разных клинических ситуациях, с разными людьми. Пытался искать подходы, там, кучу всяких моментов изучал, там, как выстроить коммуникации. Ну, а потом пришел к выводу, что мне комфортнее и дороже для психологического состояния взаимодействовать со своими пациентами. Ну, как есть вот свои пациенты. Я вижу, что это, это, как бы, наш человек. Вот, мне с ним комфортно, у нас. И вот с ними как-то все легко происходит. И ладится, и работы классные, и быстро, и потом, и отдаленные результаты хорошие. А вот бывает, вот, с кем-то, ну, вот, прям, вот, не пошло сразу. А вот ты хочешь, если, допустим, там, денег заработать в моменте, то потом это таким боком вырисовывается, что ты сам готов эти деньги отдать еще сверху, да чтоб вообще его не видеть, как бы, ну. И с этим тоже сталкиваешься. Поэтому, наверное, здесь совет, ищите, чтобы у вас резонировали, чтобы вы резонировали с этим человеком. Следите за здоровьем ваших зубов и выбирайте лучших врачей. Если это видео было полезно для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите к нам на прием. На связи был ваш доктор Кривцов. Улыбайтесь, это красиво.